Российские регионы продолжают затапливать. Эта тема по-прежнему в центре внимания. Всех жителей правобережной части Кургана эвакуируют из-за угрозы затопления. К этому сегодня призвал губернатор Вадим Шумков. Ранее чиновник планировал облететь с иконой территории, которая может затопить во время паводка. И сегодня действительно полетели. Крестный ход по воздуху с чудотворной иконой Божьей Матери. Называлась это спасательная операция, а ее проведение сегодня сообщила Курганская епархия. Во время полета священнослужители читали Акафист Божьей Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия. В городе сегодня, тем не менее, звучат сирены. Власти призывают жителей низинных районов эвакуироваться. Что происходит в Кургане, как жители реагируют на инициативы власти, нам рассказала местная жительница Наталья. У нас в основном расселили тех, кто живет близко к дамбе, которую может прорвать. И если вода пойдет на город, то в этом случае у нас был привезен песок, чтобы забить железнодорожный мост, под которым может пройти вода в город. Ну, народ в панике. Сказали, что не будет воды. Месяц просили сделать местный запас воды. Как это сделать в квартирах? Вообще непонятно. Может быть, бассейны поставить? Я не знаю. Потом эту информацию опровергли, но воды в водоматах не появилось от этого. Уже два дня. С 8 числа водоматы воду не завозили. Ну, народ был в панике. Но сейчас в панике. Запрет на алкоголь, естественно, ввели. Но это же первая необходимость ввести запрет на алкоголь. Губернатор у нас собирается провести молебель над городом вместе с батюшкой, дабы спасти нашу плачевную ситуацию. В Курган для отсыпки песка приехали Свердловские и Тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир». Это резервный накопитель для чрезвычайных ситуаций. Это тоже вызывает беспокойство у местных жителей. Самосвалы возят песок и глину в ту часть города, которая находится за мостом. Когда его забьют, то вода останется на нашей половине, так как ей будет некуда выходить. Естественно, те люди, которые живут в поселках Молочусов, Вороновка, Восточный, где-то метра на два, может быть, на метр, кто как, кто-то с крышей, мы останемся плавать. Ну, если мы не эвакуируемся, естественно. Но в любом случае люди потеряют жилье, мебель, все, что у них есть. Куда они это должны вывести? Пока же курганцы самостоятельно укрепляют набережные мешками с землей и готовятся спасать своих животных. Вот еще одно свидетельство местной жительницы Татьяны. В городе очень много народу, населения вышло помогать отсыпать дамбы из песка. Насыпают в мешки песок, сооружают вот эти вот насыпи из мешков. Студенты КГУ вышли вместо занятий помогать волонтерам насыпать мешки. Местные жители также присоединяются. Потом у нас еще несколько кафе, которые близко находятся к местам отсыпания. Развозят кофе, тем, кто работает, помогает, развозят еду горячую. У нас жители принимают собак, кошек, куриц от родственников, которые живут близко и там, где затопит. В основном стараются животных, кошек взять с собой в пункты временного содержания, но остальные животные пристраиваются. В Кемеровской области река Мрасу утром начала затапливать поселок Усть-Кабырза. Уровень воды в реке превысил критическую отметку в 540 сантиметров. Местные жители сообщают, что в поселке Усть-Кабырза водой смывает животных и хозяйственные постройки. Вот красноречивые свидетельства очевидцев. Что людей-то не спасают? Ё-моё! Дома плывут. Всё, речка вся стоит. Воды всё тонет. Все заборы всё постаскивало. Скотина тоже тонет. Паводки добрались и до Томской области. Сёла Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от регионального центра из-за паводка. Об этом сообщила администрация Заречного сельского поселения. Власти призвали местных жителей срочно поднять мебель на высоту, выключить свет, газ и воду, взять документы, перегнать животных и выехать в безопасные места. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду Ходорковский лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе.